О чем на самом деле говорят данные? Сегодня мы поговорим о том, как переводить с языка данных на язык аудитории. Это очень важно, если вы хотите эффективно коммуницировать ваши исследования и ваши выводы. Начнем с примера. Это было опубликовано в одном из СМИ. Снизилась доля россиян, которые хранят иностранную валюту на депозитах и в наличной форме. Если в 2019 году так поступал почти каждый пятый человек, то в 2020 уже только каждый четвертый. Здесь на самом деле есть ошибка с интерпретацией данных, потому что каждый пятый это 20%, а каждый четвертый это 25%, то есть это больше, чем 20%. Позже эту ошибку исправили, на самом деле они написали данные наоборот. Но это хороший пример того, что нам сложно переводить данные на язык слов, и нам важно, тем не менее, это делать. Почему нам важно это делать? Почему важно не загромождать текст цифрами? На самом деле по исследованиям люди, читатели, аудитория не могут воспринимать текст, где очень много данных, очень много цифр. Начинается просто блокировка такой информации. По исследованиям среди дата-журналистов должно быть не больше восьми символов на абзац, чтобы человек мог это прочитывать и воспринимать. Именно поэтому мы и интерпретируем, переводим данные на язык слов, на язык аудитории. Но также очень важно интерпретируя, вводить в контекст и давать ту или иную оценку. Почему это важно делать? Потому что данные не говорят сами за себя. Мы можем думать, что они говорят сами за себя, но это более очевидно для нас, как для исследователей. На самом деле нам нужно объяснять данные для аудитории. И это именно наша работа, которую не надо перекладывать на читателя, на вашу аудиторию. Как же это делать? Есть примеры, когда слишком много данных в одном абзаце, и в первую очередь нам важно отсеять важное. То есть нам важно убрать часть цифр, которые не важны, а ставить только то, что важно. Уже это будет некой интерпретацией, некой расстановкой акцентов в вашем исследовании, статье, которую вы сделаете на основе исследования. Таким образом, представим, что у нас есть такая фраза. На цели информирования жителей о деятельности властей заложено по 104 миллиона рублей каждый год. Путем открытых конкурсов будет распределяться 89,1 миллионов рублей, а еще 15,1 миллионов рублей в форме субсидий. Слишком много символов, слишком много цифр. Вы можете сфокусироваться либо на открытых конкурсах, либо на субсидиях и подчеркнуть это. Вы можете также убрать знаки после запятой. На самом деле они важны не вашей аудитории, они важны тем, кто работает непосредственно с бюджетом. Вы можете округлять данные, чтобы делать их проще для восприятия. Поговорим про оценочные слова, которые мы можем или не можем использовать вместе с данными. Нам часто кажется, что мы не имеем права писать про данные, что это плохо, что это только всего лишь или что это ужасно много. Но на самом деле довольно важно выбрать и расставить по тексту правильные оценки, которые покажут ваш вывод непосредственно. И то, что эта цифра означает в вашем контексте, в контексте вашего исследования. На самом деле одна и та же цифра может означать и что-то хорошее, и что-то плохое, в зависимости от того, кто смотрит, чья перспектива. Показатель, например, вновь созданных работ может интерпретироваться как хороший показатель государством, но как недостаточный показатель активистами или организаций, которые занимаются развитием рынка труда. Таким образом, вам нужно с чем-то сравнивать, потому что ответ на вопрос «это хорошо или плохо?» — это другой вопрос, а именно «по сравнению с чем?». Мы должны вводить цифры в контекст и таким образом показывать нашей аудитории, почему это хорошо или плохо. В какой же контекст поставить данные? На самом деле это довольно просто. Мы можем поставить данные во временной контекст, то есть сравнить данные за несколько лет. Мы можем поставить данные в региональный контекст, сравнить данные по регионам. Обратите внимание, что если вы сравниваете данные по регионам, надо сравнивать сравнимые показатели, то есть не абсолютные значения, потому что регионы разные по населению и по многим другим характеристикам, некие относительные показатели, которые будут принимать во внимание все эти факторы. Это может быть доля на 100 тысяч населения, процент или другие относительные показатели. И, наконец, еще один хороший контекст — это норма или то, что считается хорошим показателем для того, что вы исследуете. Для каждого показателя, в принципе, имеются какие-то границы, вы можете найти их в других исследованиях, вы можете найти их в каких-то законопроектах и сравнить с этим. Поговорим еще немного о том, как можно сократить количество символов, цифр в вашем тексте. Во-первых, мы можем заменять какие-то значения на слова, которые являются синонимами. Например, население от 18 до 64 лет — это население трудоспособного возраста. Если у нас есть много цифр подряд, например, позавчера показатель был равен 30, сегодня 40, завтра прогнозируют 50, мы можем суммировать, обобщить это и написать, что показатель продолжает расти. При работе с процентами важно учитывать несколько моментов. Первый момент — это слова, которые непосредственно мы используем, чтобы перевести проценты на язык аудитории. Например, «большинство». Это слово довольно размытое в восприятии. Для кого-то это начинается с 51%, а для кого-то это 90% и больше. Это нормальный фактор восприятия аудитории, поэтому просто это надо учитывать при переводе вашего показателя на язык слов. Как можно проверить? В принципе, вы можете обратиться к вашим коллегам, друзьям, к вашему окружению и спросить, правильно ли они считывают тот или иной показатель, когда вы используете слова, такие как «большинство», «почти каждый», «не каждый», «половина». Некоторые слова являются более точными, например, «поровну» в принципе будет восприниматься людьми как 50 на 50. Некоторые показатели, например, «распределение неравномерно» дают гораздо более широкую интерпретацию. Ну и как можно работать с процентами непосредственно? Это тоже очень важный момент. Некоторые проценты довольно легко переводятся в слова. Например, 50% — это «половина», «каждый второй», «один из двух». То же самое можно сделать с такими четкими делениями на четверть. 25% — это «один из четырех», «четверть», «каждый четвертый». 75% — «три из четырех». Также мы можем делить целое на третье. Один из трех, два из трех — это, соответственно, 33% и 66%. Гораздо сложнее начинается, когда мы работаем с некруглыми значениями. Что можно с ними сделать? Во-первых, мы можем округлить до ближайшего такого простого значения. Например, если наш показатель 30,5%, мы можем сказать «почти треть», «почти каждый третий». Если наш показатель, допустим, 77%, мы можем сказать «чуть больше, чем три четверти». Что касается выражений «каждый какой-то», мы можем затрудняться с использованием этих выражений. Как мы видели в примере, журналисты тоже затрудняются переводить проценты на эти выражения. Что можно сделать? Можно просто представить любой процент в виде дроби, где сверху ваш показатель, снизу 100%. Если вы можете поделить и верхнюю, и нижнюю часть на одно и то же число, вы можете сократить. И если сверху у вас останется единица, то снизу у вас останется один из скольки в группе этот показатель. Например, если мы берем 80%, это 80 из 100, мы делим на 20, получаем 4 из 5. Но что делать, если перед нами такие непростые проценты, как 11%, 12%, 13% и так далее? В принципе, с одной стороны, вы можете просто использовать проценты. Но если вы хотите непосредственно ввести в оборот каждый какой-то, то вы можете применить такой прием. 100 поделить на этот показатель. Например, 12% переводим на язык слов. 100 поделить на 12, получаем 8,33. Таким образом, 12% это каждый восьмой. Опять же, здесь нужно учитывать, что такие слова, как каждый третий, каждый четвертый, каждый пятый, просты для восприятия. После этого восприятие чуть сложнее. Нам довольно сложно представить каждого шестого, каждого седьмого, каждого восьмого. Подумайте, нужно ли это вам для коммуникации вашего исследования. Может быть, вы работаете с какой-то группой людей, которых всего восемь. Например, это какие-то спортивные команды, которых восемь. И вы можете сказать, что один из них подвержен тому, что является объектом вашего исследования. То есть, необходимо также использовать какие-то метафоры. Например, если у нас показатель 1 из 100, мы можем сказать, что в каждом многоквартирном доме одного человека коснется эта проблема. Наконец, поработаем с фразами, которые используют проценты. Например, гендерный разрыв в оплате труда составляет 30%. Эта фраза немного сложна для восприятия, потому что она использует статистический язык, такой специальный жаргон, и она абстрактная. Постарайтесь переводить проценты в понятия, которые встречаются нам в обиходе. И лучше всего, чтобы подлежащим вашим предложениям был человек или что-то, что мы можем потрогать. Например, если мы говорим про гендерный разрыв в оплате труда, это могут быть деньги. И мы можем сказать, что на каждые 100 рублей, которые получает мужчина, женщина за ту же работу получает 70 рублей. Это будет гораздо более приближено к реальной жизни. Еще несколько приемов, как можно сократить количество символов в вашем тексте. Что-то вы можете убрать под капот. Например, вы можете дать ссылку на исследование целиком, и те читатели, кому важно поработать или посмотреть на данные, которые вы использовали, или прочитать весь отчет, они пройдут по ссылке и получат наиболее полную информацию. Другой вариант — это перевести данные в визуальный вид, то есть сделать визуализацию данных, график, дэшборд и так далее. Еще несколько моментов. Когда мы говорим про корреляцию, очень важно разделять корреляцию и корреляцию, которая имеет причинно-следственную связь. Как правило, они друг другу не равны. Корреляция может происходить разными методами. И нам нужно использовать другие исследования, а также просто логику, чтобы понимать, что влияет на что. И иногда в корреляции есть какой-то третий фактор, который влияет на оба показателя. Таким образом, они двигаются вместе, но не потому, что один из них влияет на другой, а потому, что на них сразу влияет вот этот третий показатель. Очень важно учитывать эти факторы, чтобы не устанавливать связи, которых нет. И поэтому, когда мы интерпретируем результаты нашего исследования, важно употреблять правильный глагол. Например, если у нас корреляция, нам лучше не писать глаголы, которые подразумевают причинно-следственную связь. Например, подразумевает, влечет, ведет. А говорить более общими фразами, например, связаны или движутся вместе и так далее. И, наконец, еще один очень важный момент — это коммуникация риска и погрешности. Это тоже довольно важно для вашей аудитории, чтобы быть с ней честными, чтобы дать ей понять, что наш показатель — это не истина, которая высечена в камне, а все равно какой-то интервал. Так можно коммуницировать данные на графике, показывая, что это не линия, а некий интервал вокруг этой линии. И можно просто прописывать это в тексте. Это довольно важно, чтобы у вашей аудитории было доверие к вашим результатам исследования. Продолжение следует...